Слава Богу за детей! У нас был фокусник Вова, который является профессионалом и к христианинам одновременно, такое тоже бывает. И знаете, я жалел об одном, что я не ребенок маленький. Замечательный праздник был вчера. Слава Богу за то, что есть служители и у нас возможность приглашать таких людей. Я хочу продолжить тему, которую мы начали в прошлое воскресенье. И название для этой серии проповедей благословен, чтобы быть благословением. Мы благословенны, чтобы быть для людей благословением. И мы в прошлое воскресенье вспоминали историю, которую рассказал Иисус, притчу о добром Самарине. И в этой притче Иисус всех своих последователей побуждает оказывать добро людям. Вне зависимости от причин, почему бы человек оказался в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Драгоценная Библия говорит нам, что мы благословенны. Кто-нибудь из вас считает себя благословенным человеком? Можно увидеть, кто здесь благословенный человек? Считаетесь вы благословенный? Вот вы благословенный человек. Аллилуйя! Вы знаете, потому что ты можешь дать только то, что ты имеешь. Благословенным благословением может быть только тот, кто есть благословенным. К сожалению, есть некоторые даже верующие, которые себя считают неудачниками. Как сказать, лозерами в жизни, да? Лозерами. У них ничего не получается. По учебе не получается. В семье не получается. Две руки там как-то. Хотя из плечей растут, но левые. У меня в жизни ничего не получается. Две линькие руки. И они говорят, что в моем жизни я ничего не получаю. Я вспомнил историю, как два человека летят в самолете и попали на один ряд рядом сидят. Один такой взволнованный очень. Сейчас что-то произойдет, сейчас что-то произойдет. Он говорит, почему должно что-то произойти? Он говорит, вы не понимаете. Я такой невезучий. Я такой невезучий. Я вообще невезучий. Как? Я ехал на автобусе, сюда пробилось колесо, мы четыре часа стояли в поле, я опоздал на поезд. Купил билеты на новый поезд, сели на поезд, поехали, забастовка на дороге, остановился поезд, сутки простояли в поезде, пришлось покупать новые билеты на самолет. И он говорит, вот сейчас летим, сейчас что-то произойдет, я такой невезучий. Заходит стюардесса, и говорит, прошу сохранять тишину, без паники, мы летим над океаном, 10 километров высота. У нас отказал левый и правый двигатель, мы падаем в открытое море, сейчас мы раздадим вам спасательные жилеты и свистки, чтобы отпугивать акул. Этот невезучий говорит, ну вот как всегда, сейчас или свистка не хватит, или акула глухая попадется. Есть люди, христиане, которые попадают в какую-то ситуацию, вот они чувствуют себя вот невезучим. Вот он невезучий, у него нечем поделиться, он несчастный, его в садики обижали, в школе обижали, на работе ему самое плохое место достало. И когда кушает, ему самый сухой кусок хлеба достается. И у него понимание о самом себе, что я, ну, несчастный, неудачник я. И ему делиться нечем. Он не считает себя благословенным, он не видит себя благословенным. Еще одна история, когда ты рассказывал ее здесь. В деревне два соседа ссорились частно между собой. Из-за курей. У одного хозяина были куры, он пускал, и они убегали в сад к соседу, и там что-то ели. И соседу не нравилось. И однажды там куры что-то поклевали у него. Он разозлился, взял ведро, пошел в туалет, который на улице. И стал в туалет, который был в туалет, который был в туалет. Зачерпнул туда, что-то там в туалете. Принесся соседу, возле крыльца поставил ведро вот этим делом. Сосед видит подарок ему. Он пошел, взял ведро, пошел в свой сад, набрал яблок самых лучших. Я кляр, кляр, нахюрный. Взял это ведро с яблоком, перенес и поставил соседу перед дверями. И сына его спрашивает, папа, почему ты так? Почему сосед нам поставил ведро с удобрениями? Да, а мы ему ведро с яблоками. Понимаешь, сынок? Кто чем богат, тот тем и делится. Ты можешь быть благословением для кого-то, только тогда, когда там мир, радость, и ты видишь себя благословенным. Когда там удобрения носятся внутри этого, знаешь? Сердце полное гнева, раздражения. Библия написано, человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе. Из злого своего сердца ты не сможешь доброе вынести, там его нет. Библия учит нас, что уста не сами по себе разговаривают. От избытка сердца, там источник, говорят уста. Когда тебе обозвали, ты в ответ скажешь доброе слово только тогда, когда там яблоки. Мы призваны быть благословением друг для друга и для этого мира. Это можно было громче сказать. Аминь. Мы соль этой земли и свет этому миру. Хотя, слава богу, это навоз. Он тоже нужен. Аллилуйя. Иногда Бог обкладывает там некоторые яблоньки. Знаете, огромное благословение. Который мы получаем, приходя к Богу. Это то, что Бог изливает на нас свою любовь. С первого дня. С первого дня. Принимает нас к себе вот в том греховном состоянии, в котором мы приходим к Нему. Он nimmt нас в том сольном состоянии, в котором мы к Нему приходим. Написано, Бог полюбил нас еще тогда, когда мы были какими? Грешными. Он не сказал, вот ты вы исправишься, бросишь курить, перестанешь блудить, начнешь там с финансами все правильно делать, потом приходи, я полюблю тебя. Бог полюбил нас, взял нас и полюбил нас тогда, когда мы еще были полностью в грязи. Безусловно. И принял нас такими, какие мы есть. Безусловно. И принял нас такими, какие мы есть. Знаете, меня сильно нравится этот момент, меня касается моего сердца, когда Иисус принимал крещение в Иордане. Там открылось небо, в этот момент, когда Иисус крестился. На него сошел Дух Святой в виде голубя. И был глаз с неба, голос с неба был. Бог проговорил. Бог проговорил. Сей Сын мой возлюбленный. К которому мое благоволение. Знаешь, я верю, что вот это откровение сыновства это что-то, что нельзя приобрести в этом мире. Когда будучи сыном или дочерью Божией, у тебя внутри есть ясное слово откровения от Бога, что ты его возлюбленная дочь, что ты его возлюбленный сын, к которому у Бога особое благоволение, в Писании сказано, что Иисус пришел на эту землю к своим. На то время это был еврейский народ, который ожидал, что должен прийти Мессия, посланник Божий. Иоанна 1 глава 11 стих. Иоанна 1 глава 11 стих. Иисус пришел к своим, свои не приняли его, не узнали его, отвергли его. И в 12 стихе написано. Но тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть, быть чадами, быть детьми Божьими. Это огромное привилегие. С момента, когда мы принимаем Иисуса, и говорим, Иисус, мы верим, что ты есть Господь неба и земли. Иисус, мы принимаем тебя. В этот момент Бог удочеряет или усыновляет нас, присоединяет нас к Своей семье. И в это время мы еще не становимся совершенными верующими. У нас еще свои мухи там везде. Тараканы тоже везде еще. У нас еще много привычек, с которыми нам нужно справиться. И в характере есть, и жадность, и грубость, и гордость, и многие другие вещи, с которыми мы еще будем справляться. Но Бог уже говорит нам, с момента, когда ты принял Иисуса в свою жизнь, ты сын мой, возлюбленный, ты дочь моя, возлюбленная, и у меня к тебе благоволение. Благоволение. Знаешь, вот это вот откровение о сыновстве, откровение о том, что мы стали дети его. Это самое сильное благословение, которое ты можешь иметь на этой земле. Мы недавно ехали в машине с сыном. И Давид спрашивает меня, папа. Как ты думаешь, за все это время, сколько ты денег потратил на меня? Я говорю, Давид, много. Я понятия не имею. Я понятия не имею. Ну, окей, ну сколько, ну десять, пятьдесят, сто тысяч, может быть миллион ты на меня потратил. Я говорю, Давид, кроме денег есть вещи, которые деньгами не измеряются. Что ты имеешь в виду, папа? Я говорю, ну сколько ты заплатишь за то, чтобы тебя любили? Вот за состояние быть любимым. Ты бы хотел миллион денег или быть любимым? Ты бы что хотел, сидящий в зале? Миллион или быть любимым? Ты хочешь сказать, у меня я уже любимая, миллион бы не помешал. Я имею в виду или то, или то, или то. Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Но знаешь, то, что здесь на земле, любовь, которая здесь на земле, благорасположение, которое здесь на земле, оно важно для нас. Но оно не насыщает. И до конца, если мы будем честными, не делает нас полноценными. Слава Богу за людей, которые нас любят. Но я не знаю, как у вас. У меня были проблемы в отношениях с моими родителями. Я знаю, что у вас не было, я знаю, что вы лучше, чем я. Но у меня были проблемы с женой. Слава Богу, у нас скандалов нет, но иногда были моменты, которых я не хотел бы, чтобы они были. У меня есть трое детей, которых я без ума люблю. Если у тебя есть дети, ты понимаешь чуть-чуть меня. Я помню, когда маленькая была, совсем маленькая, лежала в кроватке и держала ее за ручки. Я думаю, как классно ты придумал это чувство. Я так благодарю тебя, что у меня есть дочь. это чувство нельзя ни с чем сравнить но у меня со всеми троими были уже трудности как бы ты ни любил кого-то где-то здесь на земле есть моменты где тебе любимые, любящие делают очень больно и только один и только один, который меня любит и которого люблю я и который ни разу, никогда не сделал мне больно его зовут Иисус и он всегда наполняет и ты знаешь, в каком состоянии не пришел к нему его любовь к нам, она безусловна вот как Иисусу Бог проговорил это Сын мой возлюбленный к которому мое благоволение вот такое же благоволение у Бога каждому из нас только есть разница есть люди, которые смогли принять Божию любовь и, как сказать, войти в нее и жить в этой любви а есть люди, которые не могут это понять если ты спросишь вот ты веришь, что тебя Иисус любит? да, я верю, меня Иисус любит что-то делает с тобой я просто вот здесь знаю, что Иисус меня любит ну вот здесь вот оно застряло но нужно пройти чуть-чуть ниже и попасть вот сюда чтобы твое сердце просто расплавилось в нем просто знаешь, что Он любит тебя он посчитал все волосы на твоей голове он знает все твои дни он знает все твои мысли он знает, какой ты на самом деле все равно любит тебя иногда люди замечают наши негативные стороны и отворачиваются от нас а Бог знает твои сны гадостные которые снялись, снились тебе мысли, которые ты имеешь по отношению к себе, к другим жене и детям мотивы, которые ты имеешь и все равно тебя любит слава Иисус у него к нам благоволение но я увидел, что есть христиане которых любит Бог но они все равно живут как сироты они не приняли этой любви они не живут в этой любви они не успокоились в этой любви у них такой сиротский дух знаете, такие христиане-сироты меня никто не любит меня Бог забыл Бог меня не слышит я никому не нужен знаете, такая маленькая собачка с поджатым хвостиком у них такая собака у соседей была заходишь она на какой-нибудь постул у них такие христиане у них есть христиане я не боюсь зла не потому что я крутой я иду долиной смерти мне все равно мой Бог со мной мой отец никогда не оставит меня и я все пройду потому что во мне есть его любовь и Бог меня никогда не бросит и даже я поступлю неправильно Бог направит меня на стези ради имени своего и когда ты знаешь, что Бог любит тебя ты можешь доверять ему можешь ему доверять это состояние, ты живешь в любви Божией не потому что ты лучше других не потому что ты лучше других сироты не конкурируют с другими сироты пытаются доказать Богу что я достоин, чтобы ты меня любил но сын или дочь они знают, что Бог и так любят тебе не надо зарабатывать у Бога Бог знает тебя и когда ты по-настоящему любишь Бога и живешь в его любви это меняет твою жизнь навсегда это самая великая сила на этой земле это любовь она меняет людей как часто Бог бросает мне вызов любит людей иногда я свою саблю достану и думаю сейчас полетят по закоулочкам отрубить голову отрезать уши и ты считаешь, что ты сейчас прав мне Бог говорит а ты люби любовь покрывает любовь она терпит любовь она надеется любовь она верит любовь она выше всего если ты наполняешься Божью любовь ты можешь в этом идти и жить люди, которые уверены в том, что их любят они светятся если ты хочешь узнать или муж является хорошим любящим мужем или он идет впереди она за ним или он идет впереди сумки несет он идет, разговаривает и он идет ты понимаешь но если женщина любима по ней видна некоторые сказали женщины Аминь некоторые думают вообще не знают о чем он говорит счастливый человек любимый человек ему видно так же в принципе и муж если муж же любит он тоже по нем видит есть некоторые семьи где жена говорит люблю, когда муж рядом рядом я сказала да, может быть в таких семьях тоже порядок и мир и послушание и никто даже не думает разводиться когда же мысль не смеет прийти в голову но мы говорим о любви и счастье счастливый человек любимый человек он будет делиться он тебе не одно ведро яблок принесет он тебе пять ведер яблок принесет он тебе все вычерпает и отдаст знаете, почему иногда люди злые? они несчастны они несчастны злые как дела у тебя? как дела у тебя? он злой не потому что он злой он злой потому что несчастны когда человек счастливый даже мирские поют если ты счастлив сам счастлив что? поделись вот если ты имеешь откровение внутри себя что Бог любит тебя что Бог не оставит тебя никогда не бросит тебя от тебя люди отвернутся написано тысячу падет и десять тысяч справа от тебя это зло не приблизится к тебе потому что Бог думает про тебя у нас здесь вчера было около 60 детей впереди сидело вот здесь за пультом там были стулья сидели родители как вы думаете на кого все время смотрели родители когда здесь происходили мероприятия на своего ребенка у меня есть фотка одного родителя его девочку позвали на сцену папа встал счастливый снимает мой ребенок с клоуном когда ты идешь на этой земле у тебя происходят какие-то вещи знаешь когда твой ребенок бежит и он там упал и ударился когда ты идешь на этой земле и с тобой что-то происходит и с тобой что-то происходит там на небе есть отец твой небесный который говорит не трогайте его это мой сын у меня к нему благоволение пришел дьявол и разговаривал с Богом о Иове и говорит конечно ты его защищаешь понятность ему ничего ты оградил его халлилуйя Бог ограждает нас халлилуйя Бог меня взрывает это я не знаю как тебя каждый из нас мы можем пережить эту Божью любовь в себе и наслаждаться ей всю свою жизнь и эта любовь от Бога приходит в наши сердца Духом Святым у нас нету сзади кнопочки включить Божью любовь включить все, люблю Бога модус любви к Богу это это любовь может излиться в твое сердце только когда ты соединяешься с Богом во имя Иисуса Христа с Духом Святым других людей нет когда ты приходишь в Церковь в воскресенье есть время когда мы поем Иисусу и молимся и ты стоишь ковыряешься в стуле и ты стоишь смотришь ой шнурок разгрызался ман 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 чтобы я тут добро другим делал конечно сейчас а мне кто сделает и кто и кто и кто я знаю не про нас и не про вас кто смотрит и не про вас и не про вас и не про вас когда приходишь в Церковь открывай свое сердце для Бога и говори Дух Святой наполни меня дай мне чувствовать тебя пусть твоя любовь течет через меня другого пути нет нет написано соединяешься с Богом есть один Дух с Богом мы с ним соединяемся в молитве и его любовь наполняет нас и течет через нас и это меняет нас счастливый человек делает других людей счастливыми несчастный человек он никого не может счастливым сделать раздраженный человек он не может никого счастливым сделать обиженный отравленный тоже не может ничего сделать сколько раз бы ты верующим не был но когда ты светишься когда ты любишь Бога я прочитаю известное вам место Римлянам 8 глава буду читать какого стиха кто знает Римлянам 8 Римлянам 8 еще раз Римлянам 8 там почти рифма Римлянам 8 28 Римлянам 8 28 и там написано притом знаем что любящим Бога слава Богу здесь пару таких есть любящим Бога призванным по его изволения все содействует ко благу те которые живут в Божьей любви им все содействует ко благу ты со мной Бог с ним говорит эй это мой не трогай его он проходит тяжелый период своей жизни но я обещал ему что я ему сверх силы не дам и при искушении дам ему облегчение чтобы он смог перенести и когда он будет падать не упадет потому что я поддержу его это мой сын это моя дочь проходит свою пустыню я ангелам своим заповедовал охранять его на всех путях и пообещал ему пойдешь через воды они не потопят тебя пойдешь через огонь и он не опалит тебя это наследие детей Божьих это благословение тех которые всем сердцем надеются на него это наследие тех кто верой прилипляются к нему любящим Бога все содействует скажи к чему к благу не все является благом прямо сейчас иногда то где мы попали находимся вообще не благо но Бог но Бог силен всякий минус превратить в плюс но с Богом с Богом все возможно он воскрешает из мертвых он реанимирует он восстанавливает он дает первый второй третий 23 шанс если Бог за нас дальше же в этой главе в этом капитале 31 стих что же сказать на это если Бог за нас кто против нас кто кто если Бог за тебя я пройду я все пройду и все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе он меня право идет у верующих конец успех и благословение Аминь и если на этой земле нет то вечности точно нас ждет слава если мы не ослабеем если мы не ослабеем веры не пустим свои руки если Бог за нас вера нужна что Бог за тебя это откровение внутреннее Бог за меня а Бог за меня не потому что я красавчик не потому что я умничка не потому что я так много знаю Бог за меня потому что я его сын и ты его дочь кто кто я помню я был в Израиле и мне сказали не будь там где скопление людей очень великая вероятность взрыва мы как-то были на остановке в Иерусалиме там на земле такое черное пятно обожженное люди стоят в Иерусалим в Иерусалим в Иерусалим в Иерусалим и я спрашиваю с бронированными стеклами с бронированными стеклами это был и там в автобусе на этой стене боку от пули и дырки ну так следы куда стреляли так закрашено краской я помню свои чувства когда я сидел в этом автобусе я думал какие эти люди счастливы они со мной едут потому что мы доедем до конца потому что Бог обещал хранить меня на всех путях Бог ты знаешь мне там надо быть я не искушаю тебя но из-за меня Бог ты целый буст хранишь это не гордость это вера ты знаешь что Бог хранит тебя и твоих вместе с собой так много свидетельств так много свидетельств моему дедушке было 14 лет когда пришли немцы в нашу деревню мой опа был 14 лет когда в 2. в мире они в доме в доме на семье моего дедушку верила в 1935 году примерно и вот дети в том числе моего дедушку немцы забирали на работы в Германии отнимали у матерей и четверо сыновей уехали в Германию на работу и когда уходили бабушка сказала одно если будете держаться Бога если будете верно ему там где вы попадете слушай твоего сына забирает стелд dir vor dein сын будет вега нету WhatsApp нету смс skype он просто уезжает все в никуда дед сидел в трех концлагерях последний здесь Sachsenhausen возле Берлина он мне рассказывал мы были с одним из деревни там еще один был парень стоит возле зеркала и говорит Женя мы выберемся смотри начинай поправляться а я смотрю на него он от голода начинает опухать это предсмертное состояние я не буду рассказывать все что он нам рассказывал это просто ужас когда союзники пришли они бомбили концлагерь он один из немногих и Бог дал ему увидеть внуков он пришел домой он женился он родил детей и у детей были дети он со мной еще лазил на вишни в свои 67 лет когда ты держишься Бога всем сердцем своим и ты говоришь Бог я люблю это место я дочитаю его до конца я люблю эту Бибель и я лезу Римлянам 8 Римлянам 8 как с ним как с Иисусом не дарует нам всего Бог даст тебе Бог дал тебе Иисуса и Бог знает все что тебе нужно и в свое время все будет он вместе с ним он дарит тебе все ты благословен от Господа кто будет обвинять избранных Божих Бог оправдывает их кто осуждает Христос Иисус умер но и воскрес он одесну и Бога он и ходатайствует заступается за нас у нас дома христос и мама за детей я говорю слушай все надо что-то делать я говорю ну Влад ну давай не будем ну пожалуйста ну давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны ну давай она у нас дома христос и тая ты знаешь на небе есть Иисус который смотрит на тебя и говорит отцу Отец подожди подожди не наказывай ты же знаешь обстоятельства жизни ты видишь как ему тяжело давай поддержим его он стоит перед отцом и ходатайствует за тебя и за меня кто отлучит нас weit и 38 я люблю это место и говорит я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангелы ни начало ни силы ни настоящие ни будущие ни высота ни глубина ни любви ни любви ни любви ни любви ни любви ни любви так же как он любил блудного сына когда он там был будет стучать в сердце будет верить тебе как ты ценен для него и как ты нужен и как ты важен мы даже не можем представить себе насколько велика божья любовь мы бы в судьбу некоторых людей поставили точку Бог терпеливый милостив Бог дает шанс на покаяние Бог никогда не ставит вот знаешь пока человек до конца еще есть какой-то момент надеется может Бог надеется solange noch ein Schimmer der Hoffnung gibt кофт Бог weiter и потому что Бог любит нас Бог благословляет нас и потому что Бог любит нас мы можем быть благословением для людей знаешь Бог ищет людей которых он наполнит и через руки будет их обнимать Бог sucht nach den Menschen die er mit seiner Liebe erfüllt и durch diese Menschen wird er auch andere мы благословенны с тобой никогда не говори что я неудачник не говори что я не смогу не говори что Бог от меня отвернулся не говори что Бог про меня забыл не говори так никогда Бог не забывает у Него ничего не выбывает у Бога есть временные сроки я хочу пригласить вас на молитву давайте мы оставим я хочу я хочу пригласить я хочу я хочу пригласить мне любовью Господь наполни меня любовью Господь наполни мое сердце наполни мои мысли Господь наполни меня с собой Господь я твой сосуд Господь я твой сын я твоя дочь и я благодарен что ко мне твое благоволение Бог я совсем этого не заслужил я даже наоборот заслужил совсем другого но я благодарен что ты любишь меня милуешь меня держишь меня ты ведешь меня и я благодарен тебе что несмотря на то что ты все знаешь ты все равно любишь я молю тебя излезь свою благодать на жаждущие сейчас во имя Иисуса пусть каждый дол наполнится боже пусть всякий дол наполнится пусть те у кого есть нехватка чувство отверженности чувство депрессии чувство ненужности непотребности несостоятельности комплексы господь наполни это все покрой это любовь твоей выровняй все потому что только в тебе мы становимся полноценными только в тебе мы становимся полноценными Дух Святой разрушила дьявола во имя Иисуса я связываю всякую мысль в послушании Иисусу Христу всякий страх и всякую ложь всякий обман дьявола я связываю во имя Иисуса если ты думаешь это не для меня это мысли от дьявола если ты думаешь а я ничего не чувствую а может быть ты сегодня ничего не должен почувствовать это время принимать верой от Бога принимать его благодать и чувство последует твоей вере Господь сделай нас благословением употреби нас как сосуды пусть пусть из нас потечет доброе Господь употреби нас вот мы Господи мы хотим быть твоей солью и мы хотим быть твоим светом мы хотим видеть руку твою над нами Иисус используй нас для славы своей на этой земле в жизни людей Господь мы хотим стать для многих благословением в слове сказано что если зерно падше в землю не умрет оно не принесет плод и у меня побуждение кому-то сказать перестань искать своего перестань смотреть на себя начни смотреть на других есть много людей которым хуже чем тебе которые нуждаются в твоем внимании в твоем времени и в твоей заботе ты начнешь отдавать другим и Бог начнет наполнять тебя умри для себя перестань думать о себе просто помолись о людях которые вокруг тебя скажи Господь если ты можешь меня как-то использовать в жизни этих людей дай мне мудрость дай мне ресурсы дай семя сеющему дай мне возможность посеять дай мне возможность благословлять дай мне возможность служить дай мне открытые сердца чтобы я мог говорить и нести твою любовь дай мне офное сердце damit я дай твою любовь дай мне отец я также прошу тебя во имя Иисуса Христа дай нам истинную нелицемерную любовь друг к другу чтобы в церкви была любовь чтобы на домашних группах была любовь чтобы в наших семьях была любовь я молю тебя пусть твоя любовь торжествует сделай нас способными покрывать просто верить надеяться и ждать доверяя тебе мы тебя за все благодарим потому что мы знаем что сия молитва по воле твоей по слову твоему и она будет отвечена во славу имени твоего и мы молили тебя об этом во имя Иисуса Христа Иисуса Христа